Приветствую вас, дорогие братья и сестры! Вот о чём сегодня хочу вам рассказать, о чём с вами поделиться. Не так давно мне случилось побывать в Египте. Не так долго, но иногда не нужно выпивать море, чтобы понять, что оно такое. Достаточно только увидать его или в него окунуться. И вот там, среди всех этих песков, моря и непривычной природы, жаркого климата и красивых пейзажей, что меня больше всего заинтересовало? В маленьких магазинчиках, которых там полно, потому что Египет живёт туризмом, кроме всего прочего. У всех продавцов, я думаю, что у всех, может быть, почти у всех, но я, по-моему, не видел этого почти, а видел, что у всех. Людей лежит на столе, их возле кассового аппарата или рабочего места продавца, книга. Книга лежит с закладкой. У мусульманина это Аль-Каран, а у христианина это Инджиль-Кадис, Святое Евангелие. В Египте очень много арабов-христиан. Кстати говоря, интересная особенность – крестиков на себе, нательных они не носят. И узнать христианина можно по непременной, небольшой, на колочке, на правой руке, на запястье вот здесь, внутренней стороны. Крестик они накалывают здесь. Я бы не назвал это тату, то есть это не то безобразие, которым уродуют себя люди. Вот европейцы на пляжах безобразны, подобно демонам, обколоты самыми страшными какими-то рисунками, еще иногда цветными, по всей площади тела, по спине, ногам. Это нечто дикое. Это то, что является прямым нарушением заповеди Божией. В Ветхом Завете говорится, рисунков надрезов на себе не делай. То есть тело – это храм Божий. Эти же нет. На себе на теле наколок не носят никаких, но как символ веры, как знак, который не смывается, носят на себе небольшой значок креста, выколотый на запястье с внутренней стороны. Я думаю, что греха в этом нет никакого. Так вот, все они, мусульмане и христиане. Кстати говоря, Египет – интересная страна межконфессионального мира. Христиане в меньшинстве, мусульмане в большинстве, но дружат они между собой очень хорошо. В одном магазине, может быть, хозяин – мусульманин, скажем, официант или продавец – христианин, и отношения, насколько я понял, из диалогов с ними, разговоров, очень хороши. Все они читают свою книгу. То есть у каждого из них есть своя книга, или Евангелие, или Коран, и они ее читают. Она с закладочки, она не припавшая пылью. Что интересно, если с ними заводишь разговор на религиозную тему, о боге, с мусульманином или христианином, у них загораются глаза, не отставляют свои товары в сторону, и с удовольствием говорят с тобой о том, во что они верят, то, что им интересно, то, что в них живо. Стараются поделиться, рассказать, научить. И это потрясающе, братья и сестры, потому что, если эту ситуацию экстраполировать на наши бутики и магазины, то я со стыдом вспоминал, представлял, и не вспомнил, и не представил себе, чтобы в наших магазинах у каждого продавца лежало Святое Евангелие. У нас все-таки христиан больше, чем египтян, чем мусульман. А если кто-то мусульманин, скажем, пусть бы у него лежал бы и Коран, но у него есть святыня, у него есть то, что выше его. У него есть то, что он любит, почитает, и то, ради чего живет. И я не представляю себе этих ситуаций в наших магазинах, когда ты приходишь выбирать жене блузку, например, или ребенку настольный хоккей, и вдруг заговариваешь с человеком про Евангелие, а что это у вас? Это Евангелие. Это открываешь на закладочке, а что здесь написано? И продавец забывает про хоккей или блузку, начинает с тобой разговаривать о том, что здесь написано, с жаром сердца, с любовью, с интересом, до получаса и далее. Или посвящаю тебе время, потому что это важнее. Товар не убежит, покупка будет сделана или не сделана, это уже второй вопрос. Но главное, тебя интересует вопрос какой-то божественный. Я смотрел на это и радовался одновременно, и скорбел, и удивлялся. Я это проверял специально во многих магазинах. Заходил специально именно с этой целью в эти магазины и везде видел примерно одну и ту же картину. Нам вбиваются в голову часто такие мысли, что вот этот мир арабский, мир восточный, мир не наш, не наших ценностей, не нашего мировоззрения. Что это мир сплошной дикости, фанатизма, мир притеснения по отношению к женщине и так далее и тому подобное. Что мы цивилизованы, а не нет. Я думаю, здесь не так все однозначно. В некоторых вещах они цивилизованней, умней, внимательней, что главное, религиозней. Мусульмане не верят в Сына Божия и не дают ему чести и славы Сына Божия. Однако они верят в Бога, что уже очень немало. В Бога единого, вечного, великого, мир сотворшего. И они стараются Ему служить, что очень немало. По крайней мере, любой славянин-атеист хуже любого мусульманина, поскольку тот отвергает бытие Божие, а сей знает Бога и Богу поклоняется. Хотя, впрочем, после приезда из этих жарких стран было мне утешение. Однажды ехал я на такси и увидел у таксиста небольшую книжечку. Там, где лежат записки, может, какие-то на передней панели, в автомобиле лежит книжечка небольшая. Видно, что Евангелие. Я спрашиваю его, читать находите время? Он говорит, нахожу. И не продолжает разговора, что уже явно говорит, что не сектант человек. Вы знаете, что сектант не дожидается твоих вопросов, а сам пытается превратить тебя, собственно, в человека, которому рассказывают о себя, в миссионера, и начинает твою поездку превращать в миссионерский язык, диспут такой. Этот нет. Наоборот, я говорю, а что читаете? А когда читаете? Оказывается, верующий человек, внук протеерея, дедушку он своего не видел, но его, говорит, мой дед-священник, показал мне фотографию где-то в Псковской области. Дед его служил, умер в советские годы. И вот начали мы с ним говорить про Евангелие, и так это интересно получилась такая поездка, что было жалко доезжать до места назначения. Человек оказался воцерковленным, глубоким, мудрым, интересным и по-настоящему православным, то есть говорящим о Евангелии тогда, когда его спрашивают, и не навязывающий никому свою веру. Брат мне рассказывал, интересно, что случалось ему разговаривать с протестантскими пасторами, проповедниками, которые стушевывались и замолкали, видя перед собой образованного, подкованного человека. Люди, которые проповедуют Евангелие с протестантским наскоком, они с любовью нападают на людей неграмотных. Тут, как коршун на птичку, они разрывают его в пух и прах и цитатами засыпают, и так далее, но чуть встречают грамотный, адекватный, такой аргументированный отпор, сразу куда-то теряется вся эта такая нахрапистость, такая миссионерская самоуверенность. Вот этот был именно такой интересный таксист. И я утешился, братья и сестры, продавцов таких я не видел у нас, но таксиста уже одного такого видел. Любимый мною святой Николай Сербский или его ученик Иустин Попович писали, что сегодняшняя Европа хуже всего неевропейского мира. В том смысле, что индус гордится упанишадами и ведами, мусульманин гордится Кораном, все гордятся чем-то, что выше их, и христиане должны гордиться Христом и Евангелием. Но сегодняшний европеец, американец, сегодняшний цивилизованный человек все чаще и чаще, все больше и больше гордится актрисами и спортсменами, гангстерами и банкирами, кем угодно. Христу на трапезе мира отвели место последнего нищего. О нем не говорят, его имени стесняются, делают вид, что его нету, все самое славное в истории свои передают забвению, фокусируют внимание только на вещах сиюминутных и сегодняшних, как мыльные пузыри. И в этом смысле наша цивилизация, кичливая и горделивая, считающая себя мерилом всех вещей, уступает иным цивилизациям, которые умеют гордиться тем, что выше их, умеют любить то, что за пределами видимости, то, что, как им кажется, даже если не ошибаются, ведет их к миру духовному. Так что есть нам над чем работать, над чем думать, и дай Бог, чтобы и я, и вы встречали побольше таких таксистов, как я рассказал, таких продавцов, таких учителей, таких попутчиков в вагоне поезда и так далее, чтобы люди жили Евангелием, жили святыней, любили ее и были готовы говорить о ней, когда их об этом спросят. Доброй ночи, до свидания, до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова